добрый день друзья с вами вновь ваш доктор куров и мировой кинематограф и сегодня разбираем тему доброты медитативного существования и аскетизма на примере фильма винд вандерса 2023 года идеальные дни сюжет пересказывать совершенно бесполезно потому что его по сути нет а есть на первый взгляд мезбятежное существование прозябания токийского уборщика туалетах он страшно молчу чудак и одиночка фотографирует каждый день на старый фотоаппарат приятными все моменты в основном деревья растения распечатывает и коллекционеры черно-белые снимки и слушает англоязычный ретро группы кассетники читает мировых классиков не летят один за другим по заведенному ритуалу похоже один на другой один тон 100 е у него не друзей не отношения амбиций а теперь давайте приглянемся повнимательнее к этому маленькому незрачному человечки то почему у меня такие странные интересы и образ жизни и вот фильмы мы видим всего один штришок намекающий на его прошлое это визит сестры за спрятавшийся у него племянницы поссорились если речь заходит о тебе она меняет тему и черный ящик прошлого опрокидывается на нас и позволяет строить самой разнообразной версии занимаясь психотерапией уже более 40 лет я даю такую версию героям происходит из крайне зажиточной семьи и как грейс из триеров догвеля он с детских лет наблюдал за целеустремленным деспотичным отцом как тот ради наживы и карьеры жертвует всем и отношениями и совестью и порядочностью цель любой ценой и в семье тот был домашним тираном требующим от родных безусловного подчинения и безоговорочного следования заведенными правилам и взрослеющий сын тоже должен был следовать всем этим нормам стремиться догнать и перегнать родителя в карьере и богатстве ведь сестра хироямы поступила именно так она успешна богата имеет семью здравствуй брат давно не виделись твой любимый шоколад и боящиеся повторение ее судьбы дочь однако вероятно мальчик не хотел становиться тенью отца часто с ним конфликтовал пытался проявлять непослушание за что неоднократно был наказан однажды конфликт дошел до того что сын вовсе изгнали из семьи и тут стал жить своей жизни пытаясь сделать все наоборот нежели делал его отец если отец сделал карьеру сын выбрал для себя самую неуважаемую профессию уборщик и туалетов ну чего так я тебя уже полчаса я весь парк обошла проживает в тесной маленькой лачушке если отец гнался за деньгами то сын стал довольствоваться самым малым и приучать себя наслаждаться этими мелочами отец жадностью расчет он смотрел только вперед а сын живет одним днем и отказывается что-либо планировать а заодно он отказывается строить какие-либо отношения боясь на кого-то полагаться кроме себя самого исследуя всем этим отличным от отцовских правилам хиро яма проявляет недюжинное упорство как он подтверждает в ответ на слова и своей племянницы да он выстроил свой отличный от других мир а вы с мамой совсем разные она говорит ты живешь в каком-то другом мире этот мир состоит из множества миров они вроде связаны а на самом деле нет и вот мой мир совсем не похож на мир твоей мамы и старается с наслаждением в нем жить да каждый действительно живет во многом своем мире выстроен на опыт и предков традиции характере социальных нормах принципов фантазиях и заблуждениях и хиро яма постарался построить этот свой мир похожий на образ жизни монаха аскетозатворника только он не уединяется в горах глухого монастыря воздвигает свой монастырь и ритуалов и традиций прямо посреди мегаполиса и день за днем не утомимо следует не менее настойчиво нежели отец уже своим медитативным неторопливым практикам он оберегает свой мир от любых изменений и обязательств считая что таким образом он может получить дорогу к своему счастью и у него получается каждый день он открывает глаза с улыбкой и радостью следует незатейливым правилам стремясь отыскать осколки радости и счастья во всем окружении в каждой мелочи его привязанность к старым фоткам девайсы на музыке вовсе не призван примитивности мышления и отсталости нет скорее он упрямо старается удержаться от любых могущих быть опасными нововведений и знаний опасаясь пошатнуть свой маленький и хрупкий мир как и многие не замечая этого он требует от изменения абсолютно гарантии того что они безопасны а так как никто эти гарантии не дает он и них на всякий случай избегает и пару раз когда вдруг обстоятельства становились неожиданными и грозили его привычкам он терялся и пытался убежать от них вот однажды его напарник по работе навязчивый и глупенький мальчишка выклянчивает у хироямы кассету с тем чтобы продать и куда-нибудь сводить свою девушку хирояма отказывает и дал денег мальчишке в долг сейчас кассеты снова в моде можно выгодно продать хирояма давайте их продадим пожалуйста я тогда смогу пойти кае такой шанс нельзя упускать без денег и любви не будет так что ли спасибо и в результате у него не хватило денег даже на бензин для обратной дороги и мы видим что даже самые маленькие изменения не встраивающиеся мировоззрение хироямы которому не готов и теряет привычной определенности покой а потому и избегает или вот например пытающийся спрятаться у него премианец он конечно же из самых лучших побуждений достаточно быстро сдает беспокоишься матери но я знала если сбегу смогу пожить у тебя ника сходи за своими вещами приезжай в гости когда захочешь 9 отказывается увидеться с умирающим и впадающим маразм отцом теперь все больше забываться может съездишь его навестишь он уже не тот что раньше рыбает но не рискует прикоснуться к болезненному прошлому срабатывает выработанный за многие годы рефлекс самозащиты и еще эпизод он многие годы посещает одно и то же маленькой кафе и туда наверное часто захочите самого открытия ходил лет пять может шесть где одинокая владелица делает ему откровенные комплименты уделяя из всех посетителей это вы у нас интеллектуал вот картофельный салат и ваш напиток пожалуйста она напитка не досталось у нас явно меньше надо бы еще выпить да вот между ними нет ничего кроме взаимной симпатии хотя наверное она была бы не против сближения и однажды спустя шесть лет после их знакомства увидев ее обнимающийся с каким-то незнакомым мужчиной хирояма в панике бежит от кафе вновь что-то необычное попыталась вывести его из равновесия расстроены он пытается залить горе алкоголем и несмотря на то что рядом внезапно вырастает чудесным образом отыскавший его этот самый незнакомый мужчина на поверку оказавшийся совершенно безобидным бывшим смертельно больным мужем владельцы кафе хирояма не готов признаться даже самому себе что привязан к женщине сегодня вы же нас видели прошу заботиться о ней мы не настолько я на тебя рассчитываю мы не настолько близки и переводит неприятный ему разговор шутливую игру в тени давай догони мою тень начинай давай сейчас есть наступил . это игра с самим собой для того чтобы уйти от неприятной ситуации и вроде бы добро по отношению к мужчине который слишком завяз своей болезнь как бы снисходительно мы не смотрели на его игру и выбор жизненного пути не называли дауншифтером или уродивым на самом деле его выбор это тяжелый упрямый ежедневный труд который многим даже не под силу он так упорно и настойчиво ищет наслаждение во всем что его окружает и борется за то чтобы не упустить это наслаждение он как упрямый коллекционер собирает маленькие роски растений взращивает их и дружит с тем что никогда его не предаст это дерево оно получается твой друг да так и есть это дерево друг с деревьями солнцем библиотекой в крошечной комнатушке маленькими затеялими радостями ведь многим покажется нелепым как это например получать удовольствие от работы уборщика ванильчик загаженных и заблеванных туалетов значит вот где ты живешь нет я не осуждаю а ты туалет и маешь это правда ведь мы привыкли брать то что легко лежит на поверхности и не требует особого труда а он же напротив любуется нелепостью и необычностью во всем вплоть до полусумасшедшего оборванного нищего обнимающего деревья и танцующего для самого себя даже посреди проезжей части вот кто его пример ему уже осознанно они из-за болезни хочется поступать вопреки здравому смыслу и делать то что другим не под силу приучается получать удовольствие от нелепого и наслаждаться например мытьем туалета делать и это добросовестно и с любовью разве это не упорство воина жизни каждый день каждую минуту и секунд защищать себе от простоты очевидных выборов зависимости от чужого образа мысли мнение вкусов так такому выбору видим он пришел не от того что был окружен добрыми любящими людьми шел долго и упорно ему конечно не хочется иной жизни как бы нелеп не казался другим его выбора пристрастия даже его молчание можешь когда захочешь лучше работник но не лучше собеседника не плод обетом молчания или жестких личностных особенностей а способ избежать лишнего и ненужного своеобразные самообережение ведь другие моменты он легко решить не пользуется речь но делает это только в случае крайней необходимости я звонил три раза почему не отвечаете слушать каждый день я так работать не могу найдите кого-нибудь ясно его радости улыбки как яркие солнечные блики пронизывающий весь фильм это радость не фальшивая и не вымучена не притянуто за уши а именно работой и кропотливое пополнение копилки наслаждения присмотритесь вокруг и вы увидите что если мы мысленно представим что раскрываем души многих в нашем окружении то оттуда хлынет поток ненависть зависти скуки отчаяния и тоски а хирояма осознанно выбирает и море из всего что его да и нас с вами окружая тут умирает от тоски и скуки и одиночества а хирояма наслаждается все мыть посмотрите еще раз на его улыбку и попытайтесь не обязательно как он но похоже по-своему наполнять из-за дня в день свою жизнь радостью любовью наслаждением я верю вас и знаю тех у кого получилось то идет этой дорогой сам а чаще вместе с психотерапевтом но это путь не толпы а одиночек и личности строителей своих судеб и душ вот как я оценил то что увидел в этом фильме буду рад услышать ваше мнение комментарии подписывайтесь на канал делитесь своими мыслями предлагайте темы для разборов так у меня будет больше желание делать разборы чаще и лучше а у ютуба причин предложить это видео большему числу людей а у просмотревших сделать свою жизнь плодом своих усилий а не оставаться жертвами обстоятельств до новых встреч с вами был ваш доктор куров и мировой кинематограф одесс